Доброе утро. Ситуация у нас остается напряженной. Всего случаев новой коронавирусной инфекции в Якутии зафиксировано на сегодняшний день 1445. За последние сутки это увеличение на 88 случаев. Из них 67 это город Якутск, 9 это Намский район, ну и Алданский, Мельницкий это традиционно у нас вахтовики. Хочу отметить, что из больниц выписалось 48 пациентов. У нас в общей сложности уже 594 человека, ну выздоровело полностью от этой болезни. Мы вышли на очень хорошие показатели по тестированию. От 2500 до 4000 в сутки делается тестов по лабораториям республики. Мы по показателю на 100 тысяч населения, мы сейчас делаем порядка 331 составляя тест, это один из лучших показателей в стране. Это нам позволяет максимально большое количество людей выявлять на ранних стадиях, на практически бессимптомных формах заболевания. И поэтому мы не допускаем все-таки перехода болезни уже в следующую стадию, особенности тяжелой стадии. Хотя, к сожалению, у нас на сегодняшний день 11 человек находятся в крайне тяжелом положении, один на искусственной вентиляции легких из них. Конечно же, нас всех волнует ситуация по городу Якутску. Вот если посмотреть статистику, то из 1445 случаев заболевания, 1103 – это город Якутск. И понятно, что пока по городу Якутску мы ситуацию не стабилизируем, говорить о снятии ограничений в целом по республике не приходится. Здесь, конечно же, необходимо всем понимать, и самим горожанам, и руководителям предприятий и учреждений, что соблюдение санитарно-противовинских всех мероприятий, их соблюдение, вот этих мер, оно обязательно. И, к сожалению, мы сегодня видим, что и те легкие послабления, которые были сделаны по просьбе руководства города, в части там и одиночных прогулок, занятий спортом, в части открытия городского парка, они вот, к сожалению, из-за того, что многие горожане не соблюдают ни социальную дистанцию, ни масочный режим, они вот начинают приводить и к негативным последствиям. Поэтому, еще раз говорю, что здесь мы должны, каждый, быть ответственным за себя, за своих родных и близких, и только строжайшее соблюдение всех этих норм, оно позволит нам ситуацию выправить. Ко мне поступает много жалоб со стороны горожан на недостаточную хорошую работу торговых учреждений, где не соблюдается со стороны продавцов масочный режим, перчаточный режим, особенности на рынках. Мною дано поручение на рукооперативном штабе расследования такие проводить. Мы также и разговаривали с прокурором республики о мерах прокурорского реагирования, которые в таких случаях тоже необходимы. Уверен, что органы Роспотребнадзора в случае наличия таких жалоб будут принимать самые жесткие меры, вплоть до закрытия таких учреждений на определенный период для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в городе Якутске и у нас в республике. Спасибо.